китайской провинции Гуандун. Расширять производство компания намерена за счет строительства новых мощностей. Ранее в этом году X-Peng анонсировала сотрудничество с городом Ухань для создания новой производственной базы. Конкуренция на рынке электрокаров в Китае продолжает усиливаться по мере того, как вызов X-Peng негласно бросает все новые китайские компании. Конечно, одним из самых главных конкурентов остается американский производитель электромобилей Тесла. И еще одна интересная новость из Поднебесной. Китайский поисковый гигант Байду долгое время развивал технологии автоматического управления транспортом в сотрудничестве с другими компаниями, включая местных автопроизводителей. На этой неделе он продемонстрировал собственный прототип робомобиля, который способен перевозить пассажиров без участия водителя. О перспективах его серийного производства ничего не сообщается. Подобными концептами любят интриговать самые разные компании. Прототипы используются для демонстрации технологических возможностей, но для Байду это в большей степени взгляд на эволюцию сферы пассажирских перевозок. В чем можно не сомневаться, так это в использовании для создания подобных авто фирменных процессоров Кунлун, которые разработаны подразделением Байду. Заметим, что недавно началось производство второго поколения этих ИИ-чипов по 7-нанометровому типу.